Весна. Чудесная пора. Природа просыпается и хочется гулять, наслаждаться свежим воздухом, купаться в лучах ласкового солнышка. Наконец-то пришла долгожданная весна, и поэтому самое время поговорить о неожиданных способах, как можно spend time with your students outside classroom. Если вы откроете любой учебник, то вы там обязательно найдете тему животных. Так почему бы не вывезти своих учеников в зоопарк, например? Школьникам это, конечно, будет актуальнее. Просматривайте животных, пофотографируйтесь. А чтобы такой выезд был методически ценным, проведите подготовку к нему. Предварительно на уроке повторите лексический материал. Название животных – a rhino, a goat, a tiger, глаголы – jump, fly, hunt, страны и так далее. Это все можно оформить в виде презентации. Наверное, не нужно напоминать, что отобранный материал должен соответствовать уровню и возрасту. С более высокими уровнями можно вводить такие слова, как С начинающими, особенно если это маленькие детки, нужно отработать универсальные фразы, типа Найдите карту зоопарка, куда вы поведете учеников. В идеале на английском. Отметьте свой маршрут. Подготовьте краткую справку по каждому животному, типа где живет, чем питается. И придумайте по вопросу, который вы потом занесете на эту карту. Также подготовьте разные интерактивные задания на карточках. Take a selfie with this animal. Ask your classmate how they feel about this animal. Make up a question about this animal. Для младших классов советую запастись наклейками, хотя наклейки вам пригодятся в любом случае. Для старших можно взять канцелярку. Спросите в школе или в своем образовательном центре. У них наверняка есть запас ручек, блокнотов и прочего. Перед входом в зоопарк разделите учеников на мини-группы и раздайте по карте на каждую мини-группу. На обратной стороне напечатаны вопросы к той информации, которую вы будете рассказывать у каждого животного. Сюда же, на обратную сторону, ученики будут помещать наклейки. Одна наклейка, одну очко. Рассказываем им, что если группа наберет большее количество очков, то они выигрывают. Как же можно набрать очки? Первое. Выполнять интерактивные задания. Второе. Отвечать на вопросы учителя. Третье. Ответить на вопросы в распечатке. За это баллы будут посчитаны в конце. А еще баллы можно потерять за нарушение правил. Например, говорим на английском. Если хотим что-то сказать на русском, поднимаем руку, подходим к учителю и говорим на ушко. Если вас будут сопровождать родители, то им тоже задайте установку. Никакого русского языка. Потому что это в интересах их же детей. Второе. Нельзя отходить от группы. Третье. Нельзя пользоваться телефоном без разрешения учителя. А также нельзя обзываться, драться и так далее. И вот мы начинаем тур. Вы подходите к животному, спрашиваете учеников, кто это. И рассказываете ту информацию, которую вы заранее подготовили. В этот момент вас должны внимательно слушать и отвечать на вопросы с карты. После этого один человек из каждой подгруппы вытягивает одно интерактивное задание. Группы совещаются, выполняют его, отчитываются о результате и получают за это наклейку. Так проще следить за баллами. Установите время выполнения интерактива. Например, две минуты. И пусть все группы выполняют его одновременно. Следите за тем, чтобы все ученики проявляли участие. И чтобы никто не был left out. С началкой вместо интерактива у каждого животного можно разучивать фрагмент песенки с движениями. А потом на уроках использовать ее в качестве фонетической зарядки. В конце проводим рефлексию. Проверьте вместе ответы на вопросы и не забудьте дать по наклейке за каждый правильный ответ. Потом попросите каждого ученика назвать то, что ему больше всего запомнилось. На английском, конечно. Затем подсчитайте баллы и раздайте призы. Это могут быть упомянутые ручки, блокноты или пятерка. Главное продумать все до деталей и представить ход мероприятия пошагово. Подобные мероприятия можно приурочить к пройденному юниту. А локация может быть любой. Прошли тему науки, отправляемся в планетарий. Проходим тему искусств, ведем в галерею. Вы можете подключить своих старших учеников и коллег, чтобы разработать и провести мероприятие вместе. Ведь наша сила в кооперации. Короче, фантазия и энтузиазм вам в помощь. Ну и наш канал. Как насчет киношки? Можно совместить приятное с полезным и сходить на фильм в оригинале. Знаю точно не только в Москве, но и в других городах тоже есть кинотеатры, в которых показывают фильмы на английском с субтитрами и без. Просто загуглите кино в оригинале и ваш город. Для ваших учеников это будет необычный формат, потому что поставить на паузу нельзя и приходится фокусироваться на потоке живой речи. После просмотра можно дать им задание написать рецензию. Раздайте им таблички, где написано Пусть в эту табличку они занесут по паре прилагательных сразу после фильма, когда ощущение свежее. И дома, когда будут выполнять задание, используют эти фразы в своих рецензиях. Попросите их начать так Важно сразу указать им структуру и минимальный объем. Минимум пять предложений, иначе они начнут откладывать и вообще ничего не напишут. Если кто-то захочет написать более развернуто, welcome. Такие таблички нужны для того, чтобы упростить им задачу. Продвинутым студентам можно просто раздать план с пунктами, которые необходимо в тексте осветить. Также задание можно дополнить списками фраз, которые они будут использовать. Например, базовые Или какие-то более навороченные, типа Самое крутое, после проверки они могут опубликовать свои рецензии на реальном англоязычном сайте. Например, для них это будет новый уровень Взрослых студентов можно отвезти на разговорный клуб. Что это такое? Это встреча изучающих английский язык с целью пообщаться на нем. Прекрасная практика речи. Обычно у разговорного клуба есть ведущий, который сдает тему и следит за тем, чтобы все разговаривали на английском. Он непосредственно организовывает само общение. Я провожу разговорные клубы от Skyeng на постоянной основе. И это моя любимая форма работы. Если вы давно мечтали сделать встречу для всех своих учеников, и в том числе тех, которые у вас обучаются онлайн, пригласите их в клуб, выберите время и сходите вместе в антикафе. Подготовьте материал и план так, чтобы все участники могли максимально много общаться. Здесь преимущественно парная и групповая работа. Выберите какую-нибудь интересную тему и вперед! Если у вас нет возможности организовать клуб самостоятельно, отправьте своих учеников в уже существующий. Поищите в соцсетях по хэштегам, обязательно что-нибудь найдете. Кстати, вы знали, что у Skyeng есть бесплатный разговорный клуб, открытый для всех? Да-да, каждый четверг в 17.30 в технопарке Сколково. Да, их провожу я, и там всегда движуха. Приводите своих взрослых учеников и приходите сами. Мы там играем в игры, обсуждаем насущные темы, и иногда я провожу там мастер-классы по постановке произношения. 16 мая, кстати, мы отмечаем юбилей. Два года. Так что ждем в гости, подробности в описании. На таком пикнике можно обсудить правила этикета, английские традиции и почитать британскую поэзию. А можно просто поиграть в настольные игры и понаслаждаться солнышком. И наверняка вы в классе учили песни. Помните наш выпуск? На пикнике их можно петь под гитару, если вы или кто-нибудь из ваших учеников на ней играет. For this experience you need Большое покрывало, вкусности и настольные игры. Вы можете попросить учеников принести что-нибудь с собой, как говорится, к чаю. Или наоборот, воздержаться от еды и просто общаться и играть. Такое занятие не требует долгой подготовки, и его можно провести прямо на школьном дворе. Или если у вас взрослые ученики, можно договориться встретиться в парке. Главное, проверьте прогноз погоды. Ученики всегда оценят учителей, которые готовы сделать что-то большее, выходящее за рамки программы. Их радует то, что мы готовы и хотим провести с ними время вне уроков. Такие мероприятия мотивируют, помогают укрепить отношения внутри коллектива, запоминаются надолго. И можно сделать много классных фоток. А еще это прекрасное дополнение к основным занятиям. Так как мы обеспечиваем погружение в язык, что способствует эффективному развитию речевых навыков. Напишите в комментариях, как вы занимаетесь с учениками outside classroom. Мне эти фишки очень нужны сейчас. Все-таки весна и тепло. На этом не все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под моим видео. And stay tuned! Bye!